Всем привет! Если вы думаете, что у вашего друга или коллеги депрессия, тогда можно это узнать. Дело в том, что у людей, которые пребывают в этом состоянии, есть одна общая черта. Они все любят употреблять определенные слова, а также словосочетания. Конечно, вы не врать, чтобы говорить о таких серьезных заболеваниях, как депрессия. Но если будете вооружены знаниями о первых признаках надвигающейся беды, то сможете убедить другого человека обратиться за квалифицированной помощью. Не секрет, что иногда депрессия приводит к очень печальному финалу. При этом человек, который страдает депрессией, мало чем отличается от обычного человека. Они могут ходить на работу, улыбаться через силу, чтобы никто даже не заподозрил, что творится у них на душе. Первая подсказка – это слова и словосочетания, которые все чаще проявляются в речи или в письмных сообщениях. Когда ученые обработали с помощью специальной программы письма, а также сообщения в чатах людей, которые страдают депрессией, то сделали интересное открытие. Оказывается, все они использовали определенные слова, а также словосочетания намного чаще, чем остальные люди, у которых депрессии нет. Поэтому если вы думаете, что кто-то из ваших знакомых может быть депрессией, обратите внимание на их речь, а также письмо. Не встречаются ли там фразы следующих шаблонов. Итак, первый шаблон – они используют слишком много негативных слов. Вероятно, вы думали о словах, которые выражают негативные эмоции – одинокий, печальный, несчастный, встревожен и прочее. Поэтому человек, который страдает депрессией, использует эти слова чаще, чем в нормальном состоянии. Происходит это подсознательно. Люди, которые находятся в депрессии, вовсе не пытаются вызвать жалость. Скорее всего, это попытка спастись, сообщить о том, что нуждаются в помощи. Заметьте, что при этом они могут об этом даже и не подозревать. Второе. Они очень много говорят о себе. Лингвистический анализ говорит, что по дальнему состоянию человек использует личное местоимение «я, меня, себя» намного чаще, чем другие люди. Это происходит не просто так. Ведь один из признаков надвигающейся депрессии – это зацикленность на своих проблемах и ошибках. Такое поведение, как правило, приводит к изоляции, которая еще больше усугубляет такое состояние депрессии. Если кто-то из ваших знакомых не может говорить ни о чем другом, кроме себя, это может быть банальным признаком того, что вы имеете дело с эгоистом и безразличным типом. Но это не обязательно. Может быть у человека просто депрессия. Третье. Такие люди становятся слишком категоричными. Когда депрессия приходит, мир видится в черно-белых красках, никаких полутонов и нюансов нет. Поэтому люди чаще всего используют такие слова, как «всегда», «никогда» и «окончательно». Особенно опасно, когда эти слова используются в предложениях, например, «я никогда не смогу получить работу, которую хочу», или, например, «я всегда все лишь порчу». Кстати, происходит удивительная вещь. Даже когда депрессия уходит, категоричность в высказываниях, как правило, остается. То есть у того, кто перенес депрессию, существует высокий риск вновь угодить в лапы этого коварного состояния. Поэтому очень важно следить за этими речевыми сигналами, даже тогда, когда проблема вроде бы осталась позади. Лучше перестраховаться, чем пропустить это состояние.